Дорогие моряки, которые плывут по морю азиатского языка! Я вас поздравляю, мы прошли через экватор. Я вас приветствую в одиннадцатой части своего обучающего видео-курса по азиатскому языку. Да, это уже начинается вторая половина этого курса. И, собственно, если вам до сих пор нравится этот курс, вы можете отблагодарить его автора материальными, денежными средствами, потому что этот курс снимается за бесплатно, снимать он несколько месяцев, чтобы было понятно. Это не за один день, я все снимаю, не за одну неделю, это все снимается очень долго. Например, съемка одного урока занимает от четыре с половиной до шести часов одного урока. А таких урока всего двадцать, а еще подготовка. Поэтому, если вам нравятся, ссылки на Patreon и на криптокшеревку в описании. Поехали! Итак, друзья, давайте начнем наше рассмотрение с ставшей уже традиционной части видео-курса. Это рассмотрение некоторых важных глаголов. Итак, смотрим. Моромс – петь, киштенс – танцевать. А дальше два глагола, пожалуйста, не путайте их друг с другом. Значит, пейденс – не смотрим сюда. Пейденс – это улыбаться, а ракомс – это смеяться. То есть, пейденс – это… А ракомс – это именно ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот, типа, смеяться. Ну, не так, как я показал. Ну, как люди обычно смеются, вот это будет ракомс. Но у слова «пейденс» есть также еще одно значение – насмехаться. Поэтому, если вы, например, хотите сказать, типа, «ты что, прикалываешься?» Или «ты что, смеешься?» Тогда вы можете спросить. Пейден? Типа, смеешься? То есть, это смеешься, оно к этому смеешься не имеет отношения. Это не к слову «ракомс». Смеешься – это будет именно насмехаться. То есть, пейден. Не раком, а пейден. Очень важно запомнить это. Смотрим дальше. Кейтенс – радоваться. И Кениардомс – ликовать. Пожалуйста, тоже эти два слова не путайте. Далее. Сюрматомс – писать. Стутомс – забывать. Гернялтомс – прыгнуть. И дальше слово. Чиемс – бежать. Когда я не изучал язык, я его иногда путал с вот этим словом – ардомс. Ардомс означает путешествовать или ехать. Пожалуйста, также не путайте эти два слова. Чиемс – бежать или ардомс – путешествовать, ехать. Потому что я так делал, но, не знаю, вдруг у вас тоже как-то случится такое. Вот. Ну и дальше. Два слова также, которые, пожалуйста, не путайте. Значит, лованс – считать. И ловнос – читать. Как вы понимаете, эти два слова связаны между собой. Ну, как, впрочем, мы в русском языке. Эти два слова связаны между собой. Что вот это вот за суффикс, мы с вами рассмотрим уже гораздо позже. Итак, смотрим дальше. Термис – звать. То есть это означает, типа, Вася, допустим, звать вот так вот можно. Или, например, пригласить. Это тоже будет терзимс. Дальше. Два слова, пожалуйста, тоже их не путайте. Тоналтонс – учить. И тоналтнемс – учиться. То есть, как вы понимаете, здесь опять же этот суффикс. Вот. На самом деле, давайте я вам скажу откровенно. Вот этот суффикс, вот этот суффикс, вот в данных конкретных случаях, они выполняют вовсе не ту функцию, которую они должны выполнять, которую они обычно выполняют. Но, во всяком случае, вот вы увидите слово тоналтонс, у вас может возникнуть вопрос – почему не тоналтонс? Типа, учиться-то тоналтонс, а тоналтонс по идее учиться. Нет. Так не работает. Учиться будет тоналтнемс. Да. Мы потом с вами дополнительно еще размотрим этот вопрос. Итак. Ну, когда мы рассматриваем суффикс. Эскердямс – шагать. Манчемс – обманывать. То есть, кого-то обманывать. И кем верямс – врать. Пожалуйста, не путайте так же эти два слова, потому что манчемс – это типа манямс – это, ну, манить типа, это из русского языка пришло слово. Манчемс – соответственно, это обманывать. А кенгемс – это просто ты что-то там расскажешь, чего нет в реальности. То есть, ну, вот видите, по-английски, соответственно, кенгемс – это lie, и манчемс – это to deceive. Вы чувствуете разницу, если вы имя владеете английским. Дальше. Мериал томс – означает беспокоиться. Как-то так. Итак, друзья, давайте теперь, собственно, рассмотрим главного гостя нашей обучалки. Это лишительный падеж. По-яльзиански он будет называться сайнима неутив. Либо абиссив, если по-латински, английски, как хотите. Итак, значит, на какие же вопросы он отвечает? Ки утерня? Без кого? И мезди утерня? Без чего? Ну, и давайте рассмотрим тебе парадигму. Значит, неопределённая форма у нас много достаточно стразивных суффиксов, но они разные, потому что, как вы видите, они подчиняются закону гармонии гласных. Давайте смотреть. Значит, неопределённое единственное число будет у теми, теми, а дальше заднего ряда у томо, томо и теми. Но теми не такой частый, вот эти вот основные, конечно. Если говорить об определённых, то у нас здесь суффиксы следующие. Утемить, темить, то мать, то мать. Ну и темить, как бы тоже у нас распространённый. Если же у нас множественное число, то тогда у нас будет ты неутемия или неутемия. Ну и давайте рассмотрим тебе примеры. Кшилтими ярцы ямдо. Он ест суп без хлеба. Ну и дальше смотрим. Следующий пример. Телом антимить. Телом антимить. Телом антимить. Телом антимить. Телом антимить. Без этого человека дело не сделается. На самом деле, этот суффикс очень употребителен для психифаражей, например, безруки, бездомно. Вот такие вот. Соответственно, безруки у нас будет кеттили, а бездомно будет кудоутумо. Обратите на это внимание. Итак, как же уклонять это в поддержку лицам? Давайте рассмотрим. Я сейчас немножко забегу вперед, потому что я и в дальнейшем также буду рассматривать это. Ну давайте смотреть. Рассмотрим на примере слова кудоутумо, бездомный. Итак, кудоутумоян, бездомный, я бездомный. Значит, кудоутумояд, ты бездомный. Сон кудоутумо, он бездомный. Обратите внимание, здесь нет никакого суффикса. Смотрим дальше. Кудоутумотамо, мы бездомные. Кудоутумотадо, вы бездомные. И сын кудоутумот, они бездомные. Обратите внимание, не путайте, пожалуйста, вот этот суффикс. И вот этот суффикс Потому что у вас может произойти желание Например, сказать ты бездомный Как кудоу томот Нет Надо сказать кудоу томоят Не забудьте здесь Если говорить про ты бездомный А здесь, соответственно, это уже будет Кудоу томот Это ношное число Кудоу томот Кудоу томот Не путайте, пожалуйста Итак, давайте теперь рассмотрим Как склонять местоимение в решительном падеже Итак Монтимень Без меня Тонтимень Без тебя Сонтименце Без него Минтименек Без нас Тынтименк Без вас Сынтимес Без них И давайте теперь рассмотрим пример Сонтимензе Означает это Без него дело не делается Не сделается Вот он, собственно Итак, друзья Поскольку все-таки решительный падеж Непроизводный То есть он не создает никаких после логов Я предлагаю сейчас вернуться обратно К теме предыдущего урока И рассмотреть еще несколько после логов Которые обозначают Движение через Для этого в из-за музыки используется целый набор после логов И сейчас вы их всех увидите Итак Давайте смотреть Вот у нас три после лога Они все достаточно похожи Трокс через поперек Трокс как? Через поперек И пачк сквозь через Как так? Давайте смотреть Трокс через поперек Значит, что это означает? Вот наш человечек Он как бы может быть чуть-чуть внутри Того, через что он перемещается То есть чуть-чуть как бы Вот Но при этом он не внутри И не надо А трокс как? Это именно надо Вот так вот Ну давайте рассмотрим пример Ютамс лейт трокс Переправить через реку То есть Ну вот Представьте, что это река А этот человечек Он переправляется через реку То есть он может быть немножко внутри Но все равно он как бы Через перемещается А этот именно Давайте я рассмотрю пример С трокска Эскель дямс чутунь трокска Перешагнуть через бревно То есть мы именно Над бревном идем Ну по сути Вот этот постерклок Ближе всего к вельска Ближе все-таки к вельска Чем трокс Потому что трокс Это именно По чему-либо А трокска Оно получается Над чем-либо Соответственно Эскель дямс чутунь трокска Означает перешагнуть через бревно Через Вот так вот Не вот так вот А вот так вот Через бревно Ну и давайте рассмотрим Следующий после лога Пальчик Сквозь Через Здесь у нас человечек Уже внутри Того через что он перемещается Внутри Обратите внимание Не на чем-то Ну или примерно В чем-то Короче вот так вот перемещается А именно внутри И не надо А внутри Чувствуете разницу Да? Ну давайте Рассмотрим пример Пробираться Значит Пробираться Сквозь толпу По-ризански Такое сказано Ютамс Лоботни пачк То есть Мы внутри этой толпы Мы не над ней Мы не по ней идем Мы внутри нее То есть Ну вот И давайте теперь Рассмотрим вот что Надо сказать Здесь же что Пачк Оно имеет не только Значение Сквозь и через Оно также Имеет значение Всегда Ну давайте Рассмотрим пример Сон пачк Теуса Он всегда Занят То есть Он всегда В деле Условно Ну и раз Мы затронули Слово пачк Давайте Рассмотрим Еще вот эту Парадигму Чудную Итак Значит Как сказать По-ризански Я Пойду про себя Ну то есть Типа Не про себя Любимого Не Я могу спеть Про себя Любимого Но делать Я этого не буду А именно Вот так Вот так Вот так Петь про себя Типа Значит Значит Отвес alleged Но будет Так Я пою про себя Эс пачкан Мура Или Эс пачкаван Муран Можно Но так Чтобыовать Эс пачкан Муран Здесь Ашифтки Не будет Значит Дальше Эс пачкат Мурад Или Эс пачкаван Мурад Ты Поешь про себя То же самое Можно сказать эспачка мурат. Далее, эспачкан зо муры, он поет про себя, или эспачкаван зо муры. Дальше, эспачкану муратану, или эспачкаван муратану, мы поем про себя. Далее, эспачкан муратану, или эспачкаван муратану, вы поете про себя. И, наконец-таки, эспачкаст мурыть, или эспачкаваст мурыть, они поют про себя. Ну и раз уж мы затронули эту тему, то давайте тогда посмотрим некоторые наречия, которые также означают поперёк, в обхвате и так далее. Ну вот, собственно, первое наречие это у нас чачк. Оно означает пополам, поровну или на две части. Нучк – это поперёк или в обхват. И чачк-пачк – это вдоль и поперёк на свой, например, промокнуть. Если вы провокаете, вы используете вот это вот наречие. То есть мон локутень чачк-пачк. Как-то так. Итак, друзья, сейчас мы с вами начнём погружаться уже в глубины рязанского языка. То есть в темы, которые, в принципе, объясняются, но которые имеют достаточно специфическое употребление в рязанском языке. И сегодняшняя тема у нас будет, соответственно, давно прошедшее или несовершенно прошедшее время. Я не просто так поставил через гробную черту, потому что эти две функции исполняются одним и тем же суффиксом. То есть это будет одна и та же форма. Ну и давайте смотреть. Значит, вот эта вот вся тема, она исполняется вот этим одним суффиксом. Давайте смотреть. Значит, по-язанским, например, «я поймал» будет звучать так. «Кундынь». То есть это обычное прошедшее время. Базовое, стандартное, госсусское. Вот. «Я поймал». Но как же сказать по-язански «я ловил»? Дело в том, что «я ловил», допустим, оно может в русском языке употребляться как давно прошедшее время, так и несовершенное прошедшее время. То есть «я ловил», может быть, там, две тысячи лет назад, или, например, «я ловил, ловил, ловил», и идет как-то вот «ловил», короче. Вот. Тогда у нас употребляется вот этот суффикс. Итак, давайте смотреть. «Кундыринь» – «я ловил» или «я взялся было». «Кундырить» – это означает «ты ловил» или «ты взялся было». «Кундыринь» – «он ловил» или «он взялся было». «Кундыринь» – «мы ловили» или «мы взялись было». «Кундыринг» – «вы ловили» или «вы взялись было». «Кундырить» – «они ловили» или «вы взялись было». Вы меня, естественно, спросите, а есть ли какая-то специальная форма отрицания для этой формы? Значит, дело в том, что в книжках действительно пишут, что есть формы типа «эзилинь», «эзилить», «эзиль», «эзилинек», «эзилинг», «эзильть». Но в действительности ирзиане такую форму не употребляют. И на самом деле не употребляли, и если кто не верит, можете посмотреть в корпус ирзианского языка. То есть я в одном месте, буквально в газете «Ежень правда» увидел форму «эзилинь», но это было всего в одном месте, ни одна из этих форм больше нигде не встречается. В ирзианском языке для создания отрицания глаголов несовершенного прошедшего времени используется обычная частица «эз», «эзиль», «эзить» и так далее. Но если нам нужно именно сказать, что это несовершенное прошедшее время, или какое-то очень длительное прошедшее время, то что мы делаем? Мы добавляем к основе глагола суффикс. Там на самом деле целый ряд суффиксов, мы их рассмотрим далее. Поэтому, пожалуйста, не бегите впереди правой, смотрите обучалки подряд. Это будет правильнее. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим очень важный суффикс ирзианского языка, который играет в нем аж две роли. И давайте рассмотрим, собственно, каждую из них. Значит, первая роль – это суффикс тоже так же и «и». «И». Ну и, как мы видим, этот суффикс у нас уступает аж трех ипостасик. Давайте рассмотрим. Значит, этот суффикс у нас выглядит как суффикс «як». В том случае, если слово, которым мы его утепляем, у нас заканчивается на гласном. Давайте смотреть. «Мон я циньям ло кшиде як». «Кшиде як». Видите здесь «е»? Это гласное. Соответственно, здесь у нас будет суффикс «як». Ну и переводится как «я ел суп и хлеб». Соответственно, у нас слово «и» относится именно к хлебу. Может быть, и другая ситуация. Если у нас этот суффикс цепляется к глухой согласно. Когда у нас получается «эля гэл лоуномс сёрманомс как». Вот это «как» выйдет этот суффикс, у нас уже выглядит как «как». И все потому, что у нас слово заканчивается на глухой согласно. И это, соответственно, переводится «надо читать и писать». Опять у нас «и» относится к слову «писать». Ну и дальше. Еще одна ипостась. Это, соответственно, суффикс «гак». Как вы понимаете, это все один и тот же суффикс, по сути. То есть с одним и темным значением. Значит, смотрим. «Сонгак опануть в кундызе». «Он тоже поймал злодея». Обратите внимание. «Сонгак». «Гак» здесь относится к слову «сон». То есть он, типа, «он тоже поймал злодея». Типа, «он тоже поймал злодея». То есть, типа, не только эти ребята, но и он тоже. Здесь именно в таком значении. Мы, в принципе, этот суффикс можем перемещать куда угодно. Во-первых, «сонг опануть как кундызе». «Он также злодея поймал». То есть, у нас «опануть» уже к нему относится этот суффикс. То есть, он поймал того чувака, того чувака и еще злодея. Есть. В принципе, можем переместить этот суффикс также к слову «кундызе». Соответственно, у нас получится «сонг опануть кундызея». Типа, «он злодея также поймал». То есть, он не только его увидел, но и поймал. Но относительно сказал, что такая форма не употребляется в арзианском языке. Так что, ну, решайте сами. И да, я понимаю ваше негодование с того, что слово «сонг» в арзианском языке означает «он». Так вот, фичка в том, что слово «онг» в арзианском языке означает «сон». Понимаете, да? Разумеется, как хотите. Дальше, как сказать по-арзиански, допустим, «он тебя и не слушал». То есть, допустим, он тебя не только не воспринял, но и не слушал. Вопрос звучит следующим. Куда ставить этот суффикс? К слову «кунсулонс» или к слову «изнецить»? К слову «кунсулон». Давайте смотреть. Сонг-то-эзинь-зинь-зинь-кунсулон-як. Он тебя и не слушал. Соответственно, у нас этот суффикс ставится в глагольной основе. Не к слову «эзь», а к слову глагольному. Таким образом, сонг-то-эзинь-зинь-зинь-зинь-кунсулон-як. Он тебя и не слушал. Произносится так. И вторая роль этого суффикса – это… Ну, давайте сразу рассмотрим пример. Мезия. Мезия, как вы понимаете, это что? Я – это этот суффикс. И вся эта конструкция означает либо что-то, либо ничто. Как так? То есть, все-таки что-то – это далеко не ничто. То есть, ничто – это ничто, а что-то – это все-таки что-то есть. В чем же разница? Разница в контексте. Дело в том, что, если мы поставим, например, мезияк, айряви, тогда это будет означать – ничего не нужно. А если мы этот А уберем, ну, не, если мы его уберем, у нас получится МЕЗИЯК И РЯЯК. Что-то нужно. То есть вот это слово, оно является решающим в данном контексте. Ну и такая же логика насчет слова КИЯ. Кто? Соответственно, смотрим. КИЯК по-раззянски означает никто или кто-то. Но здесь вся такая же логика, как и здесь. Но есть один очень важный момент. В азиатском языке может быть и множественное число. КИТЬКАК. Никто или кто-то, но это уже множественное число. Вы зададите вопрос, а когда же его употреблять? Ну, смотрите. Если, например, вы ждете какого-то одного человека, вы приходите домой и видите, что он не приходил. Вы сами себя спрашиваете, типа, никто не приходил, видимо? Или, ну, вот так вот. Соответственно, здесь тогда употребляет слово КИЯК. А если вы, например, смотрите из окна, и там все какие-то гопники, которые хотят вас отучить от ирчатского языка, привлекает армор, который тоже им. Ну вот, собственно, тогда вы говорите так, что у меня за окном кто-то стоит. Кто-то. То есть их много. Вы уже знаете, что их много. И, значит, это уже туда подозначает слово КИТЬКАК. Ну, и давайте дальше рассмотрим другие слова, которые используют этот суффик. Итак. ЗЯРГУЯК. Никогда и когда-то. ЗЯРУЯК. Нисколько и сколько-то. Пожалуйста, не путайте эти два слова. ЗЯРУ и ЗЯРГУ. Далее. КОСУЯК. Нигде и где-то. КОСТУЯК. Ни откуда и откуда-то. КОДАЯК. Никак и как-то. КОДАТКАК. Никакие и какие-то. КОДАМУЯК. Никакой и какой-то. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим некоторые выражения, которые нам могут пригодиться в речи. Итак. Первое слово. ВАГА. Или ВАНА. Там еще есть куча вариантов. Его, например, ВАГА и так далее. Оно означает ВОД. Для англичан я не понял, как это переводить, потому что у них нет такого слова. Поэтому, ну, ближайшим аналогом является как раз это слово ВОД. Не всегда. Не всегда. Есть случаи, когда у него появляется там свое собственное значение, которое не как в русском. Но. Ближе всех именно слово ВОД. Дальше. Слово НАМА. Означает КОНЕЧНО. Дальше. ЯЛАТЕКИ. Оно означает ВСЕРАВНО. Причем, обратите, ЯЛАТЕКИ, это как бы, вот вы видите здесь, ТЕКИ. Знакомое слово, не правда ли? ЯЛАТОЖЕ есть у него свое собственное значение. Но мы его рассматривали не будем, потому что это как бы уже совсем-таки глубинно изязанского. ЯЛАТЕКИ. Все равно. Дальше. Слово ЭРИ. НУ или ДАВАЙ. Есть также обращение к множеству людей. То есть это как одного человека, а это к множеству людей. ЭРИДИ. Типа, ну, давайте. Давайте, типа, многим людям. Далее. А как же по-ярзиански это будет звучать КОДА ИНО? ЯЛАТЕКИ. Да как так? Тогда это будет КОДА ИСТЯ. Кстати, между прочим, я когда ехал в автобусе до Подлесной Тавлы, я, например, слышал, что там, ну, там, какая-то тетка начала что-то возмущаться, вот, и людям это не понравилось, они начали пишут, КОДА ИСТЯ. Вот, так что это вполне себе ходовое выражение, вот, до сих пор можно услышать в Мордовии. Итак, далее. ИЗЯРС означает ПОКА. ПОКА в смысле, ну, ну, давайте я освоим пример. ИЗЯРС ТОН Я КИТЬ УШОВА МОН ЛОУНИ. Переводится это так. ПОКА ты гулял, я читал. То есть это ПОКА в этом плане. Ну, и дальше давайте рассмотрим еще слова. Значит, как сказать по-ярзиански абсолютно совершенно или совсем? Есть три основных слова. ДОБРУК, ДЮН и ТУНЬ. Ну, вот это слово, оно, как бы, наиболее ходовое. Также чувствую слово ОУСИ. Давайте я вот пишу. Хотя, конечно, это РУХИНОМ. Есть также такой РУХИНОМ. ОУСИ. Вот, но, как бы, вот вы можете пользоваться совершенно спокойно вот этими выражениями. ДОБРУК, ДЮН и ТУНЬ. Ну, ДОБРУК. Дальше слово ДАЖЕ. Значит, есть также три слова. Ну, вот это, по сути, это одно и то же слово, просто в разных текстах, оно по-разному. Соответственно, МИКИ или МИК и НАТОЙ. Это также означает ДАЖЕ. Ну, и дальше слово. Как же сказать по-разиански ОЧЕНЬ? Это очень важное слово. Запомните его. ПЕК. Да, это татарское слово, но оно есть в разъездах в языке. Больше, там, осуществления таких слов нет. Вернее, есть, мы сейчас рассмотрим. Ну, давайте рассмотрим пример этого ПЕКа. Значит, ПЕК ПАРСТЕ ГУРТАТЕЛЬЗЯКС. Ты очень хорошо говоришь по-разиански. И второй пример – это слово БОЛЬНО. Слово ПЕК также можно означать БОЛЬНО. Тогда это получается МУНИНЬБЕК. Это переводится как МНЕ БОЛЬНО. Помимо слова ПЕК, татарского, есть также еще одно слово – ВЕЙТЬ. ВЕЙТЬ – это именно арзианское слово. Как вы понимаете, слово ВЕЛЬКСКО и ВЕЛЬ, ВЕЛЬКСЕ – это все от одного и того же корня. ВЕЛЬ. ВЕЛЬ означает СВЕРХ. То есть это СВЕРХУ. То есть по-разиански это то же самое, ОЧЕНЬ, но это близко к значению СЛИШКО, СВЕРХ и так далее. Как-то так. ДИНАМИЧЕСКАЯ СЛИШКО ДИНАМИЧЕСКАЯ СЛИШКО ДИНАМИЧЕСКАЯ СЛИШКО ШУМ БРАТ, МЕСТИНЯТ ВАНДЫ? ВАНДА АРБЕЛКУТОВ, ЮТАМ ТОНЬ ВЕРЕНТЬ ВАКСКО. А МЕКСА ЮТАМ СВЕРЕВАНТЬ РОКС? ВЕРЕНТЬ КОНПАССЁ СУДАСА. А ВАНДА МЕЗИУЛИ ВЕРЕНТЬ ПЕКОВАЗ, ДАМ. МЕКСА ЮТАМ СВЕРЕВАНТЬ ПЕКОВАЗ, ДАМ СВЕРЕВАНТЬ ПЕКОВАЗ, ДАМ.